Всем привет! Меня зовут Елена Коваленко. Я эксперт в области продвижения бизнеса MLM онлайн. Итак, сегодня очень крутая тема, которая волнует абсолютно каждого сетевика предпринимателя. Топ 5 входящего трафика для твоего бизнеса. И начну я, конечно же, с короля трафика – это YouTube-канал. Это то, что приносит нам самое большое количество супер-мегапартнеров, которые действительно приходят получать результат. Сейчас видеомаркетинг – это то, что продвигают вперед абсолютно все соцсети. Люди любят смотреть и слушать одновременно. И, конечно же, YouTube-канал будет еще актуален как минимум 3-5 лет. Видео про то, как вести свой YouTube-канал и очень много видео на тему YouTube есть на нашем канале. Просто поищи для себя. Вторым источником трафика я считаю giveaway. Если вы заметили, вас сейчас часто стали приглашать становиться участниками этих конкурсов. Так вот, я рекомендую делать именно так. Раньше мы брали большие giveaway, они дорогостоящие, да, и огромное количество людей. Какой был минус? Много ботов, не успеваешь обрабатывать входящие заявки. Так вот, что мы делаем сейчас? Мы покупаем небольшие giveaway. Там приходит 500 тысяч человек. Стоит это всего лишь 400-700 рублей приблизительно. Но зато мы успеваем обрабатывать заявки и приходит в основном живая аудитория. Поэтому я рекомендую обязательно использовать этот источник трафика. Если у тебя уже есть опыт участия в гивах, то расскажи о нем, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Можешь задавать на эту тему вопросы, обязательно обсудим. Кстати, видео о том, как выбрать качественный гив есть на нашем YouTube-канале. Третье это автодирект. Это автоматический ответ или рассылка в директ специальными сервисами. Ты спишь, отдыхаешь, а 24 часа в сутки эта система работает за тебя. Очень хорошо она работает в комплексе с гивами. Потому что идет поток входящих, люди подписываются, им автоматом приходит коммерческое предложение. Но стоит обратить внимание на то, что если коммерческое предложение настроено не на твою целевую аудиторию, то ты совершишь очень много ошибок, будешь стрелять из пушки по воробьям. То есть, например, если твоя целевая аудитория мамочка в декрете, а ты коммерческое предложение делаешь как для сетевика, то она ничего не поймет и это будет просто впустую. Кстати, подарочек для тебя. Под этим видео будет ссылка на этот сервис, который мы используем. И также промокод на 5 дней бесплатного пользования этим сервисом. Четвертый источник трафика называется партизанский маркетинг. Что это такое? Когда вы выбираете лидеров мнений или каких-то конкурентов, ну, людей, у которых очень много подписчиков, которые интересны, которые экспертны. И под их постами оставляете свое экспертное мнение. Но главное правило, чтобы вы не писали никакого негатива, не делали никакой рекламы. То есть, просто вы оставляете положительное мнение со своим экспертным замечанием. Как это работает? Человек, который также увидит вас, прочитает ваш комментарий и увидит вас эксперта, вы станете интересны. Благодаря этому вашему мнению он может перейти на вашу страничку. И если ваша страничка грамотно оформлена, если там действительно есть классные посты, интересный контент, то он останется с вами, есть большая вероятность, подпишется на вас, а впоследствии может стать вашим ключевым партнером. Пятый источник, он всем известен, конечно же, это таргетинг. Это продвижение поста в рекламном кабинете по своей целевой аудитории. Но тут вы должны быть готовы к тому, что можете слить бюджет. И здесь бок теста вам поможет. Каким образом вы можете слить бюджет? Опять же, неправильно подобрана целевая аудитория, неправильно написанный пост. И если человек приходит к вам, то ваш контент, ваши фотографии, все, что вы пишете, может быть оформлено некачественно. Поэтому приступайте к таргетингу только тогда, когда все эти условия выполнены, и вы уверены в том, что ваша страничка продающая, вы пишете интересные продающие, развлекательные, познавательные посты, что вы действительно будете вовлекать пришедшего к вам человека. Вы должны понимать, что все это не имеет смысла вообще, если вы не умеете вести переговоры. Если у вас нет раздаточных материалов, если у вас нет грамотно отработанного спича, и если вы просто будете сливать тех людей, которые к вам приходят. Поэтому обязательно отработайте систему переговоров по входящим заявкам. Использовать ли все эти пять методов или нет, решать только тебе. От себя могу сказать одно. Мы используем их все и сделали классный прорыв в бизнесе. Поэтому ты смотри, рассуждай и думай. В любом случае, это не все методы, которые мы используем, а только одни из самых, которые мы любим больше всего. Но обо всех я не могу рассказать в одном большом видео. Если тебе понравилось это видео, то подписывайся на канал, ставь этому видео лайк. Обязательно пиши в комментариях свои мысли, идеи, задавай вопрос, я на все отвечу. И нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующее экспертное видео. Также подписывайся на наш телеграм-канал, в котором мы даем очень много интересной, бесплатной информации, за которую мы, кстати, когда-то платили много денег. Но для тебя мы ее дадим бесплатно. Подписывайся и до скорых встреч. С тобой была Елена Коваленко. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok